Здравствуйте! На телеканале «Россия вести Татарстана» в студии Лилия Галимова в этом выпуске. Затянувшийся ремонт жителя Огрыза спустя год после взрывов не могут обновить жилье и получить новое, что мешает стройке. Удобные маршруты. Казанский автовокзал намерен сменить продвижной состав на автобусы с кондиционерами и телевизорами. Какие еще изменения ждут и столичный? Не волнуйтесь, радио будет вещать. На каких волнах можно будет услышать в ГТРК Татарстан. Ее Путин поздравил жительницы Елабуги. На 90-летие получила письмо от президента. В Огрызе, что год назад содрогался от взрывов в соседней Удмуртии, около 400 семей по-прежнему живут в аварийных домах. Несмотря на то, что сразу после ЧП жителям было обещано, что их переселят, деньги в районе не могут получить до сих пор. Почему новоселье откладывается, расскажет Валерий Чернышев. Вот эта стена библиотеки была вообще разрушена. Эту стену мы полностью остановили. Именно в этой школе в июне 2011-го развернули оперативный штаб. Стройматериалы везли со всех районов. Спасатели и рабочие, всего около тысячи человек, разбирали завалы. Вставляли стекла, которые в городе почти не осталось. И все это за счет регионального бюджета. Окна были пока перекрыты. Сразу же, вот, третьего числа были перекрыты пленкой, потому что и было еще очень холодно. Но вот с четвертого, буквально через день, уже строители начали работу по демонтажу. Помимо учебных заведений и больницы, восстанавливать пришлось все жилые постройки. Выбитые двери, развороченные крыши и даже стены между квартирами. Часть была разрушена, а часть, ну, ходила, можно было ее толкать. И потом обои все отпали, потолочные, стенные обои. У меня эмоции переполняют уже снова спины на нити. Главная проблема обнаружилась зимой. Температура в квартирах не поднималась выше 15 градусов. Сила июньских взрывов была сравнима с пятибальным землетрясением. Здания устояли, но оказались сильно повреждены. Дома по улице Энгельса, хоть и построены 80 лет назад, но были пригодны для жизни. Теперь стены обрастают плесенью, а потолки в любой момент могут рухнуть. Такой сырости не было, вот как сейчас. Особенно вот это, вот потолки, вот мне вот дают, знаете себе, потолки, вот сами смотрите. В феврале в Агрис приезжала федеральная инспекция во главе с Сергеем Шойгу. Тогда приняли решение о переселении почти 400 семей. Инструментальное решение, что эти здания восстановления не подлежат, или они находятся в крайне аварийном состоянии, то, естественно, эти здания будут переселяться. И, естественно, надо будет строить для этих людей новое жилье и выделять сертификат. Позже одобрили три программы, почти 80 миллионов. Дали на возмещение ущерба столько же на восстановление построек. Но третья, самая важная для города программа по переселению в новое жилье, заморожена при согласовании. А это полмиллиарда рублей. Эта программа защищена была через два министерства. Через министерство регионального развития, через министерство ЧАЭС. Эта программа дошла до министерства финансов. И вот в министерстве финансов сегодня возникают какие-то вопросы. Однако жителей мало интересуют бюрократические проволочки. Они не хотят жить в аварийных домах, а таких в огрызе. Теперь большинство, сотни человек, ежедневно одолевают местные власти, требуя скорейшего решения проблемы. Валерий Чернышев, Айдар Кунафин, Весит, Торстан, Огрыз. На автобусы с телевизором и кондиционером планируют заменить свой автопарк в столичном автовокзале. Это планы на далекую перспективу. А уже сейчас на объекте приступили к ремонту. Обещают, что здание изменится до неузнаваемости. Инна Данилова продолжит тему. Четвертой платформой заканчивается посадка. Лето, духота, а потому большинство пассажиров пригородных автобусов предпочитают ожидать посадки на улице. Одно неудобство – навесную крышу над пероном, где установлены скамейки, разобрали. Но это временно, говорит директор автовокзала. Просто в ходе реконструкции крышу над пероном заменят на новую. Прилегающую территорию в целом благоустроят. А само помещение вокзала отремонтируют, говорит Андрей Хоткин. Проводится косметический ремонт непосредственно, установка пандусов для инвалидов, ремонт кровли, ремонт полового покрытия, замена окон, то есть меняем на пластиковые окна. По туалету будут установлены пандусы и реконструкция, более обновление кабин и сантехники. Медпункт тоже сейчас ремонт делаем. То есть, что касается связанных с пассажирами, мы стараемся создать все условия для их время пребывания. Есть намерение постепенно обновить и подвижной состав, чтобы в автобусах были кондиционеры и телевизоры, как того хотят пассажиры. Думаю, более сделать современным. Вот все эти места ожидания. Наверное, как по европейскому стандарту, чтобы как бы Казань, в принципе, город уже европейский, так что и нужно стремиться к тому, чтобы все услуги, все было на уровне соответствующего. Впрочем, запросы пассажиров постарше скромнее. Чтобы зимой на нас, конечно, осадки не падали и чтобы ветром нас не продувало. Руководство автовокзала обещает учесть все пожелания. А еще к универсиаде 2013 года оснастить здание и территорию дополнительными системами безопасности. Это вдвойне важно, потому что в непосредственной близости от автовокзала проходит интермодальная ветка, которая свяжет железнодорожный вокзал и аэропорт. Здание автовокзала столичное уже около 50 лет и последний раз его ремонтировали к тысячелетию Казани. На этот раз обновленном, как обещает руководство автовокзала, здание должно предстать уже в конце нынешнего лета. Инна Данилова, Айрат Мухамедзянов, Вести, Татарстан. Развитие инноваций о том, как законодательно поддержать технопарки и наукограды страны, говорили сегодня в Подмосковной Дубне. В совместном заседании Комитета Госдумы по науке Ассоциации инновационных регионов принял участие президент Татарстана Рустам Мениханов. Напомню, он является председателем Ассоциации инновационных регионов России. Все рекомендации и пожелания регионов-новаторов учтут при составлении закона. Еще раз отмечу необходимость укрепления взаимодействия, прежде всего, по законодательным инициативам. Положительные примеры такой совместной работы уже есть. В Государственной Думе сформирована рабочая группа с участием экспертов Ассоциации по инвентаризации законодательства в научной и инновационной сфере и выработки необходимых законодательных инициатив. Более того, регионы Ассоциации готовы к пилотной апробации на своих территориях новых законопроектов. Уже в Казани президент встретился с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России Галымом Аразбаковым. Говорили о сотрудничестве двух сторон. В Государственном Совете сегодня обсуждали договор о разграничении полномочий между органами государственной власти России и Татарстана. Прошло пять лет с момента принятия документа. В парламенте собрались те, кто непосредственно работал над созданием договора. Впервые он был подписан в 1994 году. Над проектом долго и усердно работали. Второй договор, появившийся в 2007-м, был принят с трудностями. Его даже откладывали при рассмотрении в Совете Федерации. Но после переговоров и внесения изменений в документ он все же был подписан. Имеет силу федерального закона. Я думаю, что в дальнейшем также надо думать, договора должны появляться. И не нужно удивляться, если договоры появятся с остальными субъектами. Это норма, это форма жизни Российской Федерации. Договор может оказаться в дальнейшем по мере демократизации новой России одним из основных инструментов разрешения возникающих каких-либо политических, социально-экономических вопросов. Вот значение нашего договора. Демократизация в обществе идет. И тогда, когда ко второму договору шли, были сомневающиеся. Надо ли второй договор? С какую роль он сыграет? Сегодня сомневающихся не осталось. Этот договор, значит, он ценен Татарстану. Его поддержал федеральный центр. Он важен для сегодняшнего и будущего нашей Родины, если хотите, нашей страны, Российской Федерации, как демократического, правового, федеративного государства. Еще услышимся. Несмотря на то, что проводное радио в сентябре ликвидирует ГТРК Татарстан, в зону тишины не попадает. Новости республики берут чистоту и на ультракоротких волнах. Дарья Бакунина расскажет о том, как настроиться слушателям. Я делик на то, что вы заслужили. Ну, ничего себе царит. Любимые передачи уйдут из домашних проводных радиоприемников, но останутся в общем ФМ-потоке. Найти республиканскую станцию можно и на ультракороткой волне, и на длинной. Правда, той части радиослушателей, которая в сентябре останется без проводного радио, придется обзавестись переносным приемником. Новый аппарат станет долгоиграющим. Потратившись единожды, больше не нужно будет платить завещание ежемесячно. Если они подберут маленькие приемники, настроить, говорят, области есть такие, настроить, и они постоянно хотят, для них это будет дешевле. Один у нас настроил, и это, отчасти, в последние годы обслуживание по проводной линии было очень плохое. Я по маленькому приемнику слушаю сам. Привыкну, но для этого, видимо, надо как-то психологически. Федеральные законы, полезная информация, литературные, музыкальные передачи, новости, ежедневные, в круглосуточном режиме. Республика не потеряет связь с радио ГТРК Татарстан ни на минуту. Слушателям теперь придется запомнить заветные цифры любимой волны. Например, казанская частота на ультракоротких волнах 68,48, на длинных 252. Это мощный передатчик, 150 кВт, и поэтому охват достаточно большой на этих частотах. А по республике, в районах есть привязки, стоят тоже ультракоротковолновые передатчики, и происходит тоже радиовещание, только уже более там локальные такие сети. Специально для наших зрителей, радиослушателей, мы выяснили среднюю цену переносных радиоприемников по Казани. Вот такой вот, как нас уверили продавцы, самый простой, но надежный аппарат, стоит около 300 рублей. Радиоприемники есть на прилавках в каждом магазине бытовой техники. Главное не ошибиться с частотным диапазоном. Для того, чтобы поймать волну радио ГТРК Татарстан, нужно, чтобы шкала приемника начиналась с 64. Дарья Бакуина, Рат Махамедзианов, Вести, Татарстан. Более полумиллиарда рублей планируют потратить в этом году на модернизацию медицины. Эти цифры озвучила сегодня на совещании профильный министр Ольга Голодец. На видеосвязь с Ситуационным центром федерального правительства вышел и премьер-министр Татарстана Эльдар Хариков. В регионах, по словам федерального министра, нужно выйти на трехуровневую систему оказания помощи. Это первичное звено, межмуниципальные центры и региональные медицинские центры. Все эти учреждения нужно объединить в одну единую информационную сеть. Получить тепло заранее в Таттеплосбыте предлагают своим абонентам получить разрешение на пуск тепла заблаговременно еще до начала отопительного сезона. Таким образом, энергетики хотят поощрить своих добросовестных клиентов. Сегодня в коридорах Таттеплосбыта немноголюдно. По-настоящему жаркая пора здесь начнется через два месяца, в сентябре, когда потребители придут оформлять наряды на тепло. Чтобы не создавать очередей, энергетики решили пойти навстречу абонентам. Добросовестные потребители, выполнившие все мероприятия, необходимые для приема тепла на своих объектах, уже сейчас смогут получить заветные документы заблаговременно и в упрощенном порядке. Этот шаг навстречу клиенты уже оценили по достоинству. А раньше действительно абоненты, которые не имеют ни задолженности, ни по денежной стороне, ни по технической документации, вынуждены были проставить, грубо говоря, оформляя наряд в коридорах, терять 2-3, а то и более дней. То есть если это будет дистанционно делаться, это вообще замечательно. Дистанционно, значит энергетики сами позвонят абоненту и помогут собрать необходимый пакет документов. Подскажут, каких справок не хватает для получения нарядок, когда их принести. И даже посодействуют в проведении гидропрессовки и промывки системы. С тем, чтобы готовить сети не в торопях, когда отопительный сезон уже на носу, а заранее. Ведь и результат в таком случае будет более надежный, а значит и мерзнуть такому потребителю зимой не придется. Учитывая опыт предыдущих лет, а также опыт других сфер обслуживания, когда хороший клиент должен иметь хорошее отношение к себе. И не он должен бегать за нами, чтобы мы ему дали тепло. Я считаю, что мы должны к нему обратиться, помочь ему все быстро оформить и правильно сделать, чтобы у него никаких затруднений с этим не возникло. Единственное условие энергетиков для досрочного оформления наряда – погашение всех текущих долгов и техническая готовность потребителя. В этом случае он сможет избежать очередей и получить заветный документ уже в августе. Даже тот же самый обогреватель электрический вы сперва платите, а потом вы принесете домой, он будет вам тепло давать. Здесь же ситуация такая, что как только отопительный сезон закончился, ряд потребителей недобросовестных перестают платить. И до начала отопительного сезона это все как бы сохраняется. Мы хотим их побудить не через суд, не через какие-то споры и так далее, а через нормальное понимание того, что у них будет определенное преимущество перед теми должниками, которые у нас есть. То есть они спокойно все это быстро сделают. Таким образом, компания продолжает свою клиентоориентированную политику не на бумаге, а на деле. Улучшаются и условия обслуживания. К услугам абонентов удобный зал ожидания, прохладители напитки, стенды с подробной информацией. Получить все справки по вопросам пуска тепла можно также по телефонам горячей линии. Они указаны на экране. Анна Газятова, Василия Хузина, Вести, Татарстан. Письмо от Путина пришло жительнице Илабужского района. Анне Козыревой исполнилось 90 лет. Приятным сюрпризом для юбилярши стало персональное поздравление президента России. В день рождения он отправил поздравительную телеграмму Анне Михайловне. Почти 40 лет она проработала учителем начальных классов. Сейчас прогноз погоды, затем мы вновь вернемся в студию Вести. Продолжение следует...